Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 20 по 26. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно начат Иисус по нашате градовом, вниже быша множайшая силы Его за ней не покаяшася. Горе тебе, Хоразини, горе тебе, Вифсаидо, яка ащи в Тире и Сидоне и быша силы были бывшие в вас, древле уба во вретище и пепеле покаялися быша. Обачи глаголи вам, Тиру и Сидона отраднее будет в день судный неже вам. И ты, Капернауми, иже до небес вознесися до ада снидиши. За ней ащи в Содомях быша силы были бывшие в тебе, прибыли уба выше до днешнего дне. Обачи глаголи вам, яка земли Содомсти отраднее будет в день судный неже тебе. В то время, отвещав Иисус рече, Исповедуйтеся, Отче, Господи небесей земли, яка утаил яси сия от премудрых и разумных, и открыл яси там младенцем. Ей, Отче, яка така бысь благоволение пред тобою. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Бефсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился ей от мудрых и разумных, и открыл то младенцам ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Говоря о книжниках, законниках и фарисеях, упорно отвергающих истину, а значит и свое спасение, Христос с грустью подумал о тех городах, в которых он явил особенно много знамений и совершил множество чудес для их вразумления. Говоря же о том, что такое упорное неверие большинства жителей этих галилейских городов не останется безнаказанным, Христос со скорбью изрек. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вевсаида». Люди, населяющие эти города, не покаялись, хотя и были свидетелями чудес, совершенных Христом, а потому он сравнивает эти города с языческими Тиром и Сидоном в соседней Финикии и утверждает, «Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». И эти сравнения были понятны для иудеев того времени. Вретище было грубой влосиницей, причиняющих телу боль, и являлось той одеждой, в которой они ходили в дни поста. Что же касается слов Спасителя о пепле, то сказаны они были тоже не случайно. Иудеи посыпали голову пеплом в знак своего особенного сокрушения. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Хоразин и Вевсаида, города иудеи, оплакиваются с горестью от Господа, ибо они после стольких сил и знамений не принесли покаяния. Атир и Сидон, города, преданные идолослужению и порокам, становятся выше их. А предпочитаются они потому, что эти попрали только естественный закон, а те, после отмены естественного закона и буквы Писания, ни во что поставили совершенные у них чудесные знамения». Жителям этих городов была предоставлена возможность спастись, но они отвергли ее, а потому Христос предрекает, что эти города постигнет такое горе, что языческим Тиру и Сидону отраднее будет в день суда. Господь предрекает гибель и Капернауму за его крайнюю степень превозношения. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не извергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Возноситься до неба – значит мечтать, возгордиться. Капернаум возвеличился и стал знаменитым среди городов Галилеи по причине того, что там пребывал Христос. И, следовательно, желающие слушать его учения и исцелиться от недугов стекали сюда со всех сторон. Здесь Спаситель совершил множество чудес. Борис Ильич Гладков поясняет. «Слово «ад» не означает здесь ада в действительном значении его, а употреблено лишь как противоположность небу. До неба вознесшийся, то есть непомерно возверичившийся, будет низвернут, уничтожен. Жителям же Капернаума, отвергшим Христа, предстоит в будущей жизни гораздо худшая участь, чем нечестивым жителям истребленных городов Содома и Гоморры. Являя любовь, которую он имеет к верующим и показывая, что он есть Сын, посланный от Небесного Отца, Спаситель восклицает». «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Блаженный Феофилакт замечает. То, что говорит Господь, может быть изложено так. «Славлю Тебя, Отче, что кажущиеся мудрыми и знатоками Писания иудеи не уверовали, а не ученые и дети уверовали и познали тайны. Кто считает себя мудрым и полагает на свой собственный разум, тот не призывает Бога. А Бог, если кто не призывает Его, не помогает тому и не открывается». Мы же с вами, дорогие братья и сестры, призваны к проповеди Благой Вести. А слова сегодняшнего евангельского чтения помогают нам понять, на каких принципах должно основываться такое исповедание веры. Это хвала Богу и призывание Его истины и премудрости. Это любовь к Нему и обещание верности. И, конечно, все перечисленное требует деятельного служения тому, кого мы славим, кого любим и кому верны. Служение это выражается в молитве, во всяком добром деле и присутствии любящего сердца там, где не хватает любви. И только являя примером своей жизни Царствия Божия здесь, на земле, мы приобретаем настоящее сокровище, божественную любовь. И нашу близость к Спасителю помогай нам в этом, Господь. Господи, Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok